Всем привет! И сегодня я приглашаю вас в самый яркий, самый колоритный и самый аутентичный район Стамбула Балат. Балат это любовь, Балат это настоящий Стамбул, Балат это цветные домики и непоказушная жизнь местных жителей. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, ставьте лайки и поехали! От имени Нюн до этого района расстояние всего около 3 километров, добраться можно на автобусе с автостанцией у Галатского моста, номера автобусов 33, 36, 44, 48, 55 и 99 или с причалов на Вапуре по воде. Также в прошлом году появилась новая трамвайная линия Т5. Стоимость проезда по Истанбулкарт на всех видах транспорта будет одинаковая. Каким бы способом вы не добирались, рекомендую вставать именно в Фенере, а дальше одну остановку пройтись пешком. Истанбулкарт на всех видах транспорта будет одинаковая. Название баллад происходит от латинского палатиум, что переводится как дворцовая постройка. Его назвали в честь малого влахердского дворца, возведенного недалеко в начале правления последней византийской императорской династии. Самый старый из существующих ныне район Стамбула под названием Баллад известен, к сожалению или все-таки к счастью, далеко не каждому путешественнику. С одной стороны, крупных достопримечательностей или шикарных дворцов здесь нет, но с другой стороны, местные кварталы – это ценнейшая кладезь истории города и нестандартной архитектуры. Этот район можно назвать городом в городе, но совершенно иным, в корне отличающимся от привычного турецкого мегаполиса. Продолжение следует... До недавнего времени здесь можно было увидеть всего пару туристов на весь район за полный день. Теперь же счет идет на десятки. К счастью, многие из них ограничиваются только парой нижних улиц, которые я покажу вам немного позже. А пока прогуляемся менее туристическими улочками. Стамбульский православный храм святого Стефана назван так в честь великомученика, который некогда был членом болгарской общины города. Эту святыню иногда также именуют «железной» за то, что обитель полностью сконструирована из металла. Церковь имеет большую историческую значимость. Наименование улицы Мердивенли-Йокуш возникло не случайно. В переводе на русский это сложное для нашего языка словосочетание означает «склон с лестницей». Так и называется достопримечательность. И действительно, прямо от дороги к морскому побережью ведут два широких лестничных пролета. Самые популярные фотографии выполнены именно в этой точке. Да, и позаботьтесь заранее об удобной обуви. Истинным памятником зодчеству считается здание греческого православного лицея, еще называемого как «Великая школа нации». Эта постройка – один из самых известных символов городского района Фенер, имеющих огромную историческую ценность. Сами горожане именуют лицея не иначе, как «Красная школа». В кварталах Балата и Фенера, кстати, до сих пор ведется множество споров, где заканчивается один и начинается второй, еврейское население уживалось с армянским, греческим и мусульманским до конца XIX века. На рубеже XX евреи стали покидать этот район, переезжая в палестинские земли, а пустующие дома заняли цыгане и курды. В 60-х годах после конфликта из-за Кипра район покинули и греки. С этого времени здания в Балате стали приходить в упадок, а район с вешающими и разрушающимися постройками приобрел славу беднейшего района Стамбула. Звездный час для Балата случился в 2017-м, когда на улицах соседнего района сняли сериал «Чукур». После этого сюда хлынули поклонники, и его решили сделать более привлекательными. Дома перекрашат в яркие цвета, улицы нарядили по всем законам инстаграмности. Сериал смог привлечь в район тысячи местных и иностранных туристов, а выручка владельцев магазина и кафе выросла почти в два раза. Вообще-то, даже за два года виден колоссальный прогресс. Приятно наблюдать, как район облагораживается. Если раньше путеводители рекомендовали не ходить по нему в одиночку, избегать посещения в темное время суток и запугивали массой страшилок, то сейчас здесь стали открываться хостелы и кафе. Постепенно развивается инфраструктура. Цветные домики заново обретают свежий лик. Ведутся активные ремонтные работы. Я думаю, в скором времени здесь будет не протолкнуться, так же, как и в Султанахметью. Если вы такие же поклонники турецких сериальчиков, как я, то знайте, многие снимали именно здесь. Кстати, в наш приезд застали вот такую картину. Если вы вдруг знаете, кто это, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарна. Интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Если захотите прогуляться пешком на обратном пути в имя Нюню, рекомендую зайти в мечеть Фатиха. Это одна из самых больших мечетей Стамбула, где хранится вожденьшая святыня города, гробница султана Мехмета II Фатиха, завоевавшая Константинополь и превратившая его в Османский Стамбул. Это первая и самая главная мечеть, которую построили турки в завоеванном городе по приказу султана. Только учтите, что мечеть стоит на возвышенности, поэтому комфортная обувь must have. В этот раз мы уже не стали заходить в святыню и пошли обратно по набережной. И напоследок несколько советов. Перед тем, как отправиться в самостоятельное путешествие по несравненному Стамбулу, необходимо собрать максимальное количество информации о городе и постараться спланировать путешествия заранее. Поскольку баллад достаточно бедный, следите за вещами более пристально, иначе существует риск остаться без телефона или сумки. Постарайтесь избежать дорогих украшений. Лучшее время для посещения баллада – это дневные часы. Район достаточно ортодоксальный, поэтому лучше оденьтесь скромно и закрыто. Девушкам не рекомендуется бродить самим. Проведя всего несколько часов в балладе или фенере, вы получите массу необычных, незабываемых впечатлений. Именно находясь здесь, можно понять, что Стамбул – это город контрастов, но он прекрасен в любом облике. В баллад стоит обязательно приехать, хотя бы для того, чтобы насладиться увядающей стариной и сделать потрясающие фотографии, в которых непременно отразится дух прошлого. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рада услышать ваше мнение. Пока-пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok